Привет, друзья! Многие люди крайне настороженно относятся к секонд-хендам, стокам и прочим магазинам с дешевой одеждой. Мало ли кто носил ту или иную вещь, качают головами любителей чистоты. Есть и те, кто, пересмотрев разные мистические передачи, свято верит, что с вещью передаётся и энергетика прошлого владельца. Но для большинства людей нет ничего зазорного в том, чтобы закупаться в таких магазинах. Зачем платить дороже за хорошую вещь? Тем более часто попадаются и дизайнерские дорогие вещи, которые стоят целое состояние, а ты можешь это купить всего лишь за пару баксов. Однако, если основная масса приходит в секонд, чтобы именно закупиться, то есть и другая категория людей, которые секонд-хенда хочет сделать собственное дело. Одним из таких дельцов и оказался Ван Мохаммед Адам из Малайзии. Сам он был из небогатой семьи и не мог себе позволить разные излишества, в том числе и дорогую дизайнерскую одежду. В семье приходилось делать покупки в недорогих магазинах. Но главным было то, что хватало на кровь и еду, а остальное уже не так важно, говорит Адам. Конечно, я никогда не жаловался на свою жизнь и довольствовался малым, но всё равно было как-то завидно смотреть на парней, которые щеголяли по городу в Луи Виттоне или Гуччи, а я был в старых потёртых штанах, которые каждый раз приходилось штопать. Вступив во взрослую жизнь, которая вовсе не оказалась такой лёгкой и беззаботной, как представлялась на первый взгляд, Адам по-прежнему экономил почти на всём. Нет, конечно, иногда случались спонтанные покупки, которые радовали и тело, и душу, но всё равно приходилось закупаться в секондах. И в один день у юноши словно что-то щёлкнуло в голове, и он решил открыть собственный магазин секонд-хенда. Я понимал, что это всегда будет пользоваться спросом. Конечно, я долго думал, прежде чем принять такое решение. Знакомые долго и упорно отговаривали меня, заявляя, что моя затея не увенчается успехом, ведь таких магазинов и так развелось слишком много, почти на каждом квартале. Но Адам решил не отказываться от своей цели. Каждый день он упорно трудился ради достижения своей цели. Его не смущало, что приходилось спать по несколько часов в неделю, что периодически он не доедал, и всё это делалось ради осуществления мечты. Немного накопив денег, а также одолжив у знакомых и родственников, наконец парень арендовал небольшое помещение. Обустроил его, и тут дело осталось за главным – наполнить всё одеждой. И, разумеется, Адам отправился в ближайший секонд. Сказать, что он скупил половину магазина – это выразиться очень мягко и почти не передать суть случившегося. Разумеется, продавцы были в лёгком замешательстве, но даже не выказали своего удивления. В этот день молодой человек набрал две большие сумки с вещами на сумму в 100 малазийских рингитов – около 1600 рублей для своего будущего бизнеса. Вернувшись в свой магазин, Адам начал аккуратно разбирать каждую вещь, бережно развешивая всё по вешалкам, параллельно проверяя карманы и пуговицы на целостность. И насколько сильным было его удивление, что в одном из карманов пальто он нашёл кошелёк, а заглянув вовнутрь, увидел, что в нём находились деньги. Достав пачки банкнот, он пересчитал их, и оказалось, что его находка была равна 550 тысячам японских иен – 313 тысяч рублей. Конечно же, парень не поверил своей удаче и начал тщательно изучать кошелёк, намереваясь найти хозяина столь большой суммы. Но в портмоне не нашлось каких-либо документов или информации о прежнем владельце, и Адам с чистой совестью решил оставить деньги себе. «Это невероятно! Я, конечно, слышал, что можно выиграть в лотерею, но никогда не думал, что моей лотереей окажется карман старого пальто», – восхищенно говорит юноша. Парень поделился этой интересной новостью с местными журналистами. Он добавил, что все эти деньги пойдут на расширение его бизнеса. А как только он сможет заработать на своём деле подходящую сумму, он пообещал потратить её на благотворительность. Потому как верит, что всё, что приходит к нам – это не просто так. Ну а эта история ещё раз служит подтверждением того, что никогда не знаешь, где тебя может поджидать удача. Возможно, в кармане старой куртки. Друзья, а вам удавалось находить что-то ценное в своей жизни? Пишите свои комментарии. Ну а на сегодня это всё. До скорого!